Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается и к нам присоединяется директор, глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Если можно, только ближе к микрофону, чтобы нас было очень хорошо слышно. Вы меня слышите? Да, 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 слышим. Поскольку мы, конечно, все время освещаем как культурные события, мероприятия. И очень здорово, что сейчас, конечно, жизнь культурная снова зашевелилась. И большое количество и концертов, и всевозможных мероприятий происходит в городе. И тем не менее, вот то, что я понимаю, готовит сейчас фонд Германа Брауна, концерт, который пройдет в Латвийской национальной опере, это нечто особенное и долгожданное. То, что из-за ковида, конечно, откладывалось, переносилось, но вот слава богу, держим, скрестили пальцы, жмем кулаки, и это все должно произойти в самое ближайшее время. Вот, Инна, рассказывайте. Вы знаете, вчера одна наша слушательница, совершенно не экзальтированная дама, а хороший, любящий музыку человек, сказала, что Ригу ожидает событие мирового масштаба. Я думаю, что это действительно так, потому что концерт Григория Соколова, пианиста, концерт состоится 23 мая в Латвийской национальной опере, можно отнести к ряду событий не просто выдающихся или долгожданных, а к событиям, выходящим из общего ряда вообще больших культурных мероприятий. Дело в том, что этот пианист в Риге в последний раз был 30 лет тому назад. Я его тогда не слышала, концерты как-то прошли не очень заметно, но я была на его концерте, когда была еще девочкой, и это было в старом зале камерном на улице, нынешней улице Кальтио, 11, где сейчас располагается зал хора Латвия. И я помню свое впечатление от этого концерта. У меня не было особого слушательского опыта, у меня не было таких познаний в музыкальной литературе, фортепианной, но я помню свое ощущение, когда буквально с первых нот я затаила дыхание и не могла дышать физически. От этого начала кашлять. И моя самая большая проблема – не прервать то волшебство, которое творилось на рояле. Григорий Соколов относится к тому числу музыкантов, который не заботится ни о своей музыкальной пиар-репутации, который не создает вокруг себя шумиху. Мы очень мало знаем о его личной жизни. Он не покупает автомобили, не меняет жен и не разбивает рояли, летая на самолете. Слушайте, а можно ли его назвать «целлинджером», я бы сказал, от музыки? Потому что говорят, что именно «целлинджер» – такая загадочная фигура, не дающая интервью, абсолютно закрытая от внешнего мира, вот что-то похожее. Как будто бы да. С другой стороны, он человек очень теплый, очень щедрый, и мне удалось с ним пообщаться пару лет назад после его концерта в Хельсинки, и он произвел на меня впечатление чрезвычайно интеллигентного, мягкого, доброго и очень внимательного к собеседнику человека. Просто он не тратит время на пустое. Вот понимаете, наша жизнь, она же из всего состоит, из мелочей, из великих событий, из тонкостей, из каждодневного быта. Вот он всё, что не касается музыки, он просто отсёк. Этого не существует, мне так кажется. Хотя он очень любит хорошую кухню, и наверняка и путешествовать любит, но не на далёкие расстояния. Например, в Америку он почти не летает далеко. А в Великобритании сейчас тоже не выступает. Это связано с усложнением визового режима для работающих. Поэтому ареал его передвижений ограничивается Европой. И у него, естественно, есть излюбленные залы и уже изведанные маршруты. Поэтому мне стоило очень больших усилий включить в эту, так сказать, парадигму Ригу. Потому что он не даёт очень много концертов. Он даёт не больше 80 концертов в год. Есть музыканты, которые даёт больше, чем дни в году. Не будем так называть. Играют или дирижируют. Соколов из другой породы. Он должен восстановиться после концерта. Он не играет в день прилёта, скажем. Или в день вылета он не играет. То есть вот он приедет в Ригу, он здесь будет практически три дня. Он прилетит, завтра сыграет, послезавтра улетит, скажем так. А ещё очень, что для него важно, это инструмент. В принципе, у него нет никаких претензий ни к розовым диванам, ни к конкретному виду минеральной воды. У него есть просьбы только о рояле. Это должен быть обязательно стейнбей. И он не должен быть старше пяти лет. И вот это здесь тоже была для нас такая серьёзная задача. А почему? Почему они старше пяти лет? Ну, потому что инструменты тоже имеют свой возраст. И они по-другому звучат просто. Как бы ты их ни налаживал и ни настраивал, вот он так решил, что пятилетний срок — это то время, когда рояль ещё достаточно нов, чтобы с ним можно было разговаривать, чтобы можно было его укротить. Не укращать, а укротить. Очень интересное высказывание Соколова. Он не первый, от кого я это слышу, но мне было интересно услышать это от него, что рояль звучит так, как ты на нём играешь. Рояль звучит так, как ты хочешь, чтобы он звучал. То есть твоя энергия, она... Мы когда-то говорили, мне кажется, в одной из передастей с вами об этом, что твоя энергия, она каким-то невероятным образом передаётся тому инструменту, на котором, в общем, на котором может играть любой. Нажми клавишу, она звучит. Но вот оказывается, что вот это пение на рояле, вот это разговор музыкальный, вот эта облечённая в звуки музыкальная мысль, она тоже может звучать по-разному в зависимости от того, кто к роялю прикасается. И для него очень важно, чтобы этот рояль был молодым. У нас была проблема, потому что в Латвии есть несколько молодых роялей, но было понятно, что в некоторой организации обращаться бессмысленно, потому что люди не хотят перевозить инструмент. Они боятся не то, что мы его уроним, а то, что когда ты инструмент разбираешь и перевозишь, он теряет какую-то часть своих замечательных свойств. И это не совсем так, их же перевозят из Германии, с фабрики, их же перевозят в разные места. Но тем не менее люди опасаются. Но мы нашли инструмент, пока не буду ничего рассказывать, потому что очень волнуюсь, чтобы всё удалось. Может быть, ближе к концерту на следующей неделе расскажу. И вот он должен приехать в оперу на день раньше, этот инструмент. Он должен там постоять, отдохнуть, привыкнуть к микроклимату местному. После этого настройщик будет его регулировать и настраивать. Это тоже очень длительный процесс. Похоже, что он будет работать ночью, потому что утром в 10 пианист уже придёт на сцену и будет в 6 часов заниматься. Он будет разговаривать с роялем, разговаривать с настройщиком, искать лучшую точку акустики для своего выступления, что в нашем театре не самая лёгкая задача. Ну и потом будет заниматься. Слушайте, ну как это... Шаманизм такой. Да, просто вот иногда мне казалось, что неужели человеческое ухо способно различить вот эти все тонкости, когда я знаю, что... Ну, это, конечно, из другой оперы, но собираются вот эти филоманы, которые Pink Floyd, вот альбом Dark Side of the Moon, разные издания вот садятся, слушают и находят какие-то, что вот в этом, в Японии, вот где печатный принт, там вот по-другому вот какой-то момент звучит. И кажется, это каким-то действительно чем-то... Неужели так и есть? Это чудо. Вот этого я точно бы не различила, наверное, наверное. Но, понимаете, Соколову важно, чтобы инструмент отвечал его требованиям для того, чтобы он мог свою музыкальную задачу выполнить максимально. Вот, а когда он играет, это действительно... Ну, очень трудно подобрать слова. Ну, вот хочется сказать, магия, волшебство, шаманизм, как будто бы всё вот из этой области, ну, необъяснимого. Вот это из области необъяснимого. Когда я сидела на его концерте в Хельсинки, всё-таки я уже взрелый, взрослый человек, и многое что слышала. И я сидела и думала, вот если бы мне надо было об этом концерте рассказывать, или если бы мне надо было о нём написать, вот какие бы я нашла слова. Гений, шаман. Ну, шаман его не назовёшь, он слишком такой рафинированный. Ну, раз рафинированный... Европейский. Простите, раз рафинированный, тогда сноб, сноб и перфекционист. О, ни в коем случае. Он совершенно не сноб. Абсолютно. Перфекционист, да, но быть перфекционистом в исполнительстве, это очень хорошо. Это значит, что ты никогда не допустишь халтуры. Потому что очень часто мы на концертах слышим халтуру. И у музыкантов, исполнителей, инструменталистов, и у певцов. И это не потому, что они случайно что-то не сделали, а потому что они не доучили, не доделали, не всерьёз отнеслись. Не всерьёз отнеслись, понимаете? Вот тут очень важен перфекционизм. Потому что, знаете, как сказал один очень крупный музыковед о Соколоне, что он разговаривает не с нами, он разговаривает с музыкой, понимаете? Вот для него это, ну, как вот с божеством. И другой музыковед сказал, что на Олимпе других пианистов не встретишь. На Олимпе. На Олимпе есть Соколов, который разговаривает с Великим. Вот с теми, кто жил раньше, кто был раньше. С теми, кто создал вот эту нетленную гармонию. Моцарт, Бетховен, Шуман, Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Брамс. Это его композиторы, это его собеседники. Как он может позволить себе не постараться приблизиться к ним по уровню. Вот это и есть перфекционизм. И я думаю, что сегодня у нас перфекционизм иногда приравнивается к чему-то такому, ну, не то, что ругательному, но, ну, ай, он перфекционист, да, вот как бы не будем его воспринимать всерьёз, у него вот вечно всё вот так. А на самом деле это очень важное свойство делать всё по-настоящему, до конца. Другой разговор, что каждый музыкант вот это по-настоящему, он тоже понимает по-своему. Ну, тут нет абсолютных результатов. Ну, нет у нас, бежать надо 100 метровку, там, 32 секунды или, там, я не знаю, 21 или 19 с половиной. Абсолютный результат. В музыке абсолютного результата нет. Но у Соколова есть тот результат, когда ты с концерта выходишь просто другим человеком, чем ты был до него. Не потому, что тебя, ах, зарядили энергией. Ах, он такой энергетичный. Но совершенно не энергетичный. Но он делает то, что приближает нас к высоким вершинам. А это удаётся не каждому. Поэтому я вот своим слушателям, у нас был концерт недавно в зале Артистима, и я перед концертом сказал, знаете, у нас есть такая затёртая фраза, моя жизнь больше никогда не будет прежней. Так вот, я думаю, что после Соколова вот я себе сказала, моя жизнь переменилась, вот что-то сдвинулось. Я не могу даже это объяснить, классифицировать. Это невероятная культура звука. Это пение на рояле. Это мысль, облечённая вот в эти гармоничные формы. Это разговор, такое впечатление. Он играл в зале на 2000 человек. У меня было полное ощущение, что он играет только для меня. У меня, правда, хорошее место было. Я сидела прямо напротив него, вот в билетаже. Но я понимала, что каждый, кто сидит в зале, понимает это абсолютно так же. Каким-то образом он сонастраивается с каждым. Я не знаю, как это происходит, но правда магия. Это невероятно. И самое потрясающее, ну не самое, а тоже очень важное и интересное. Я надеюсь, что мы эту традицию поддержим и продолжим. После этих двух объявленных отделений обычно начинается неизвестное третье, потому что Соколов очень щедр на бесы. То есть не такой человек, который сразу отыграл программу и всё, до свидания. Нет, и что-нибудь такое броское на бес и ах, уносите меня, я устал. Ничего подобного. Он выходит, скромно кланяется, опять садится, опять играет. Кланяется, встаёт, уходит, возвращается, кланяется, садится, снова играет. На том концерте, где была я, он сыграл шесть бесов. И я знаю даже, что и это не предел. Я знаю вечера, где он играл семь бесов. Ну, не знаю. Я помню, когда у нас был Кисин, он был готов играть больше бесов, но сыграл, по-моему, два или три. Когда я спросила, ну что же вы... Он же бы играл ещё, мне сказали. Вы знаете, он-то был такой бледный. Нам показалось, что он очень устал. И мы его отпустили. Так вот, не считайте, что Соколов устал. Аплодируйте, просите. Ещё и ещё. Не очень хочется, чтобы Рига вошла в список тех городов, где просили и не уходили. Не уходили и просили ещё. Даже музыковеды, музыкальные журналисты описывают, что вот это третье отделение, оно всегда очень интересное. Потому что ты не знаешь, что он будет играть, во-первых. А во-вторых, вот то, что публика не расходится, а ждёт, и вот уходит какая-то иная после концерта. Ну вот правда, это действительно так. Ну, есть в этом что-то необыкновенное. А первые два отделения, вот может быть, несколько слов. Там уже известна же, наверное, программа, с которой... Да, правда, нам известно. Он будет играть сочинения, которые я сама вживую никогда не слышала. Это битковинская большая фуганс-вариациями. Это такое очень монументальное здание, архитектурное сооружение музыкальное, очень серьёзное. Простите, очень серьёзное. После этого будут изумительные интермеца Брамса. Это такая лирика-лирика. Ну, просто даст слёз. И он, кстати, я слышала, как он играет Брамса. Это необыкновенно. А во втором отделении цикл фантастических пьес Шумана Крис Лириана, который, кстати, в наших сериях звучал довольно часто. У нас и Ашкенази играл Крис Лириану. И, кстати, и Ренни Зарич играл. Ну вот и Мехкова Варвара играл. У нас много раз звучало Крис Лириана в самых разных интерпретациях. И я с нетерпением жду концерта Соколова именно с этой музыкой. А на «Бесы» он играет и Баха, и Скарлатти, и Рамо, и Скрябина, и Рахманинова. Ну, это то, что вот я слышала. Совершенно разную музыку. Ну, и вспомнила ещё одну интересную реплику французской газеты, что Соколов очень много лет подряд приезжает давать концерт на Елисейских полях, в театре на Елисейских полях в Париже. И критик написал так. Мы каждый год будем ходить на этот концерт, даже если нас принесут на носилку. То есть, представляете, вот... То есть ты знаешь, что тебя это ждёт, и ты делаешь всё, чтобы это совершилось. И ты должен быть к этому причастен. Ты не можешь это пропустить. Кстати, я о рижских слушателях хочу сказать. Буквально два дня назад говорила с одним таким важным человеком, и он мне сказал, мы с партнёром уезжаем в длительную командировку, и, к сожалению, я на вашем концерте быть не могу. Но мой партнёр на эти два дня в Ригу вернётся. Представляете? Из командировки вернётся, чтобы услышать этот концерт, а потом обратно работать. Вот это я понимаю. Вот это настоящие меломаны, это настоящие ценители. Но на самом деле каждый из нас и ценит музыку, и любит, и Рига всегда славилась прекрасными ушами и открытым сердцем в этом смысле. Понятное дело, что мы в какой-то мере избалованы, потом меняется публика, приходят новые слушатели, у которых, может быть, нет такого опыта, они не настолько искушены. Но я уверена, что концерт Соколова не просто останется в памяти, а он вот печать на сердце. Просто печать на сердце. Я помню, как после одного концерта симфонического оркестра в опере, который я тоже делала, это был оркестр BBC, один мой знакомый сказал, вот теперь я понимаю, как должен звучать оркестр настоящий. Но это было давно, 15 лет назад. А тогда у местных составов не было такого, скажем, звучания, какое есть сейчас. Но вот после концерта Соколова хочется сказать, а теперь я знаю, как должна звучать фортепианная музыка. Но на самом деле очень много хороших пианистов. И это не значит, что мы теперь должны ходить только на Соколова и не слушать других, не слушать Дебарга, не слушать Дант Хайшона, не слушать Рейни Сазарин, что я муза Рубацкета. Этих имен очень много. Но вот Соколов такой один. И это признают сами пианисты. Вот когда Кисина, легендарного пианиста, спрашивают, назовите вот тех, кто для вас особенный, он называет 3-4 имени. Это Марта Аргевич, это Мюрэй Пирайя и это Соколов. И это Соколов, потому что он тебе даёт то, что ты, оказывается, жаждал, алкал, он просто не знал об этом. Это одно. Другое, это невероятное владение инструментом, который поёт, поёт, понимаете? Это вот эта гильдсовская традиция, когда инструмент поёт. Мы же так привыкли, что инструмент ударный. И рассказываем потом, ах, он так энергично играл, даже струна порвалась. Я не думаю, что у Соколова от энергичной игры может порваться струна. Не потому, что он играет тихо, а потому, что это культура, понимаете? И, между прочим, говоря о Гильдсе, ведь именно Гильдс был председателем жюри того легендарного конкурса, где девятиклассник, Григорий Соколов, ему было 16 лет, получил первую премию. И тогда разразился, ну, не то, что скандал, но это была такая странная сенсация, потому что это был третий конкурс, на предыдущем победил Ван Клайберн, и на этот конкурс тоже приехал американский пианист Миша Дихтер, и, кстати, ученик той же Розины Левиной, что и Клайберн, и публика вот хотела, чтобы премию получил американский пианист, ну, потому что это было время оттепели, и как-то было важно, чтобы вот этот перекос был в ту сторону. Но, и был даже скандал, и говорят, что закидали чуть ли не помидорами членов жюри, когда они выходили из зала после объявления результатов, потому что публика была недовольна. А почему публика была недовольна? Ну, потому что не американец. Раз, я так думаю, второе, ну, как это, ну, девятиклассник. Ну, такого не может быть. Если он девятиклассник, значит, он играет так, как его научили. Это не он, это не художник, понимаете? Это дрессированный ученик. Такого не бывает, не может быть. И только Гилльц разглядел в нём невероятный дар, талант будущего. Это одна сторона. Другая, всё-таки, если говорить о решении жюри, из 20 членов жюри, 16 были за то, чтобы Соколов получил первую премию. То есть не один Гилльц, а это было честно. Хотя он был практически ребёнком, ну, тинейджер, 16 лет. Первая премия конкурса Чайковского. Да, замечательная совершенно история. Правда? Да, безусловно. И нам остаётся, наверное, только напомнить, что это будет концерт уникального исполнителя, уникальный для Риги, который не был сколько? 30 лет, если я правильно запомнил, Григорий Соколов. 45 лет в сумме, Григорий Соколов, 23 мая, 19 часов, Латвийская национальная опера. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Спасибо, до встречи. Всего доброго. До встречи.